Канализационным колодцем, который находится вплотную к дому по улице Челюскинцев номер 57, дробь 3, пользуются ещё два многоквартирных дома. С 2014 года стабильно раз в неделю, как рассказывают жители, ломается насос и выходит из строя вся канализационная система. Многочисленный ремонт или откачка скопившихся фекальных масс проблему не решают. Три недели назад механизм окончательно умер. Отходы жизнедеятельности снова затопили квартиру Александра Никаевой сейчас по небольшому ручейку текут через территорию санатория Лазурь к пляжу Чкуевка. Это всё пошло к нам, нас очередной раз затопило, но только уже конкретно. Нам удалось поставить заглушки, заглушить эту всю канализацию. Сейчас у нас под напором это всё, потому что, повторюсь, мы находимся ниже уровня канализации. Мы его заткнули, просперли его и ждём, когда это в конце концов всё прорвёт. Это прорвёт обязательно, потому что с три дома тут, по-моему, около 300 квартир, которые ежедневно пользуются, плюс отдыхающие живут в этом корпусе. По словам Александра, за шесть лет квартиру затапливало по меньшей мере 40 раз. Полноценный ремонт приходилось делать три раза. Избавлялись от плесени, меняли обои и кафель. Мебель тоже пошла на свалку. Сейчас жилище непригодно для жизни. Последний раз с поломкой этого мы, конечно, не смогли сразу отреагировать. Пришли позже этого потопа. Вернее, мы в 11, когда вернулись сюда ночью, тут уже было всё затоплено. Но вот наши новые обои, как бы, да, вот почти по колено. У нас всё затоплено, всё в плесени. Решения нет. Мы не знаем, просто дальше мы не можем здесь жить. И не знаем, что делать. Помогите, сос. С такой же проблемой столкнулись ещё несколько владельцев квартир на цокольном этаже. Выход из критической ситуации жители видят простой – перенести коллектор в другое место. Ведь изначально он был построен с нарушениями, слишком близко к многоквартирному дому. Вот так мы живём. Нюхаем это всё, переступаем, пытаемся как-то обеззаразить, но ничего пока у нас не получается. Правильно было бы подключиться к канализации, которая существует на территории бывшего военного госпиталя. Вот он находится здесь рядом. Там цена вопроса, наверное, не такая же и высокая. Со своей проблемой люди обращались в Роспотребнадзор, департамент городского хозяйства правительства Севастополя. Письмо направили в администрацию президента. По словам Александра Аникаева, там ответили, что исправить проблему в судебном порядке обязали застройщика. Однако ВОЗ и ныне там канализационные стоки продолжают заливать жилые дома и течь в сторону пляжа Учкуевка. Редакция телеканала НТС также направит информационный запрос в Горхоз с просьбой объяснить, кто отвечает за неисправный колодец и когда будет решена уже ставшая многолетней проблема. Яна Витринюк, Дмитрий Лелека, СЕФ Информбюро.